Димаш, реакция, All By Myself. Ребята, огромный привет! С вами, как всегда, Харлиана. Ну что ж, продолжаем с вами смотреть песни с конкурса Singer в 2017 году. Один из подписчиков очень сильно просил меня сделать поскорее реакцию на песню All By Myself. Вот я исполняю очередное желание своих подписчиков. Поэтому, если вы хотите конкретно какую-то песню услышать в моем разборе, то напишите в комментариях обязательно об этом, напишите название песни. И можете даже скинуть ссылку, но ссылки улетят на проверку, поэтому не переживайте, что комментарий не покажется. Я все равно его увижу. Итак, песня All By Myself. В оригинале исполнила ее наша любимая, неподражаемая, неповторимая Селиндион. Это будет очень интересно посмотреть, как Димаш исполнил песню Селиндион. Ну что, давайте не будем долго тянуть сразу к делу. Переходим, смотрим. А если ты еще не подписан на мой канал и первый раз здесь, то обязательно подписывайся, чтобы не пропускать самые полезные видео, реакции на классных вокалистов или уроки по вокалу. Ведь я Орлеана, педагог по вокалу. Ну, все, погнали смотреть. Как, ребята, мне понравилась эта фраза. Особенно, вообще, первая нота. Так тембрально насыщенно он это поет. Ну, вообще, конечно, он все поет тембрально насыщенно. Как-то вот оно прямо сразу захватывает, да? Захватывает дух вот этой вот краской именно голоса. Вот здесь вот кроссоверное его начало, да? Чуть-чуть усилил звук через академическую подачу. Как потрясающе красиво! Он это как-то очень округло и интересно поет. Вот, то есть, вот через головной звук понятно? Сейчас был как раз полусубтановый головной звук. Очень как-то культурно, очень, знаете, с такой вот... Как-то вот чуть-чуть даже сдержанно, да? Так вот, вот именно вот эта вот культура проявляется, подача звука. То есть, он не пытается каждую ноту наполнить каким-то громким посылом, да, таким. А он очень аккуратно, очень бережно к фразе относится. А вот такое вот чуть-чуть на сдержанном звуке – это классно. Кстати, вот, честно говоря, ребята, на сдержанном звуке петь даже сложнее, чем когда вы просто, имея сильный голос, например, да, поете во всю мощь. Вот как раз мощить, если у вас есть данные такие, да, это, ну, как бы достаточно просто. Если, конечно, нет данных, то мощить сложно, потому что нужно напрягаться, чтобы мощь была, да. Ну, как напрягаться? Сейчас вы меня совсем неправильно, наверное, поймете. Не то, чтобы напрягать голос, нужно всем телом работать очень сконцентрированно. У него здесь, соответственно, в тонусе есть инструмент, все тело, да, но он не дает прямо максимум такой, да. А здесь и не надо, потому что только начало песни, и, естественно, там будет еще куда развернуться мощи. И вот мне очень нравится вот это вот его сейчас, как бы такая разгонка, да, разгонка такой мягкий-мягкий-медленный подъем. Кстати, будет интересно послушать, как он это микс там сделает, потому что сейчас он пользуется своей академической школой, оперным вокалом. Звучит круто, да. Я вообще не ожидала, что эта песня, исполненная таким образом, будет классно звучать. Я думала, все-таки он будет это петь миксом или академической подачей. Но, наверное, там дальше будет что-то видоизменено. Такая хорошая разгонка, и эти ноты уже мощно звучат, но просто я представляю, как это будет на миксте. «Майселф» было вот этим миксовым уже звуком, да, за счет того, что у Димаша такая яркая кроссоверная направленность, он совершенно спокойно переходит с академического оперного звука на миксовый эстрадный и совершенно не моргает при этом. Даже непонятно, в какой момент у него вот это идет переключение, оно настолько естественно и мягко. Сейчас что-то будет. Ай, я сейчас прямо даже поняла, что сейчас будет. Вот и сейчас. Нет, не сейчас. В общем, это будет внезапно. Это очень неожиданно переход на октаву ниже. Ребята, кто из вас музыкант? Кто это заметил? Что Димаш вот здесь вот взял и прыгнул на октаву ниже. То есть до этого он пел академическим посылом в одной октаве, да, скорее всего, в оригинальной тональности. Но это не факт. У меня не абсолютный слух, поэтому надо это проверять. Сейчас поедет на октаву ниже. Баритональным таким немножко окрасом. Жесть. Вот моя истерика любимая. Жесть. Просто нереально. Как он круто это спел. Это, по-моему, вообще что-то просто потрясающее. Понимаете, разлет там, я не знаю, на три, наверное, октавы. Вот если проверить, у меня, честно, ребят, признаюсь, у меня ноутбук стоит на электронном фоно. Если бы я могла как-то поставить ноутбук так, чтобы проверить ноты, я бы с удовольствием это сделала. Но потом в комментариях мы с вами пообщаемся на тему того, сколько октав охватил Димаш вот в этой песне. Потому что это было на октаву ниже, потом резко снова перешел в оригинальную свою октаву и спел кульминационный вот этот кусок, да, сложный. Вау, этот микс еще просто нереально. Вау, вау, как, ну... Нет, понимаете, ребят, я смотрю Димаша уже, ну вы помните, уже, я не знаю, может быть, восьмое даже видео, может быть, там, седьмое-восьмое видео, и везде были супервысокие ноты, везде была моща вот эта, да. Но почему-то в этой песне меня-то моща настолько сильно прямо, настолько сильно прямо вот она как-то меня... Вообще просто, знаете, вот внутри все сжалось как-то вот в один комок, когда ты это слушаешь. Ну, причем, нет, это хороший, правильный тонус такой дает, да, как-то вот зрителям. Зрители даже все повскакивали, начали аплодировать. Ну, такое часто происходит на наступлениях Димаша практически всегда. Но тут такой просто супер-мега-крутой эмоциональный подъем. Наверное, вот эти вот еще эмоции захватывают, да, помимо того, что очень крутой микс, очень мощный. Смотрим дальше. Мне даже страшно, не уверен, там еще будет что-то. Какие-то очень супервысокие ноты, которые он поет миксом. Ребята, это жесть. Это просто жесть. Ребята, это жесть. Это жесть, ребята. Я поняла, почему упросили эту песню. Поняла. Эти мелизмы. Димаш поет сейчас их как бы в стиле эстрадной музыки западной. Мелизмы, построенные на мажорной пентатонике. В основе пользуются свистковым регистром. Вот эти вот, слышали ноты? Я не смогу так сделать. Не смогу продемонстрировать. Но это свисток. Это такой мощный свисток. Просто я знаю, что такое свистковый регистр. И есть певцы, да, у которых тоже этот свистковый регистр очень развит. Но здесь этот свистковый регистр выглядит практически как микс. То есть он такой же широкий, мощный. Слова закончились. Что-то просто супер нереальное, ребята. А я в шоке. Я вот думаю, когда же уже я буду не в шоке, когда заканчиваю смотреть видео с Димашем? Видимо, никогда, ребята. С каждым разом мой шок просто нарастает, нарастает, нарастает и еще больше нарастает. Причем я смотрю совершенно не в хронологической последовательности. Я смотрю, ну, может быть, так и получается. Логично, что как-то то так, то сяк. Смотрю, но почему-то каждый раз я что-то новое открываю. Сейчас я услышала эти потрясающие мелизмы. Вот эту беглость голоса, вот эту вот мелкую технику. Я услышала свисток мелизмы. Ну, микс я уже знала, какой он. Просто тут он еще более мощный. Это супер убедительно. Мне надо, пожалуй, немножечко подумать. Круто. Круто. Вообще потрясающе. Какая песня. Как он ее круто исполнил. Просто нереально. Просто бомба. Ну что, ребята, я вроде уже пришла в себя после просмотра этого нереально крутого выступления. Вроде бы я уже собрала мысли в кучу. И что хочу сказать. Да, вот сколько я не смотрю Димаша, каждое новое видео, я продолжаю удивляться. Я уже думаю, когда я перестану удивляться? Мне кажется, никогда. Сколько еще мне предстоит посмотреть видео и исполнение Димашем потрясающих песен, мировых хитов и не только. Диапазон красок Димаша еще далеко, далеко, далеко не исчерпан. В этом видео я помимо очень крутого, мощного микста, услышала еще и нереальный какой-то тоже выработанный свисток. Но, ребята, свисток это продолжение микста, можно так сказать. Просто это экстремально высокие ноты. Здесь я для себя открыла мелизмы Димаша. Мелизматичные вставки, которые он делает в конце перед самой последней фразой, тоже очень впечатляют. Несмотря на то, что вроде я сказала, что я пришла в себя, но когда я начинаю про это говорить, мне вдруг снова возникает ощущение, что я прямо сейчас смотрю это видео. Сумасшествие какое-то, просто нереально. Спасибо, подписчики, что пишете мне, выбираете те песни, которые действительно, я не знаю, они хватают тебя просто за дно легких. Там диафрагма находится. И просто даже как-то так захватывает дыхание, что ты перестаешь даже как-то соображать, что говорить. Я это уже неоднократно говорила вам после просмотра видео и песни Димаша, в исполнении Димаша. У меня просто заканчиваются слова. Желаем Димашу дальнейших крутых побед и двигаться к своей цели. Хотя я вот так уже думаю, какая у Димаша может быть еще цель. Он же уже завоевал весь мир. Может быть, ему теперь нужно завоевать всю вселенную и полететь на Марс. Это, конечно же, ребята, шутка. Вот Димаш уже всемирно признанный артист, вокалист, певец, который 100% войдет в историю вокального искусства. Потому что такие исполнители не могут не войти в историю. Я вот думаю, что же еще можно желать на таком уровне? Но мы все равно Димашу желаем не останавливаться на достигнутом, держать вот эту мощную струну, вот этот вот стержень внутренний и продолжать радовать нас, зрителей, этим потрясающим искусством, искусством вокала Димаша. Спасибо огромное, Димаш, за это счастье. Кстати, ребята, не забудьте подписаться на канал. Ну а с вами сегодня и, как всегда, была ваша Гарлиана, певица и все еще преподаватель вокала. Все, ребята, до следующего классного и интересного видео на моем канале. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok